Улыбнись, помаши мне рукой и скажи привет. Это три основных приема распознавания признаков инсульта. Чаще всего все начинается с приступа резкой, нестерпимой головной боли, а следом меняется походка. Инсульт изменяет черты лица, речь становится невнятной. Ежегодно острое нарушение кровоснабжения мозга настигает примерно 450 тысяч россиян. Последствия у заболевания серьезные, поэтому чем быстрее его диагностируют, тем лучше. Точка невозврата наступает после шести часов бездействия. Если оказать помощь вовремя, после инсульта можно восстановиться полностью. Тем более, что в Самарской области техническое оснащение и квалификация медиков позволяют это сделать. Как отмечают врачи, сегодня в группе риска пациенты с перенесенной коронавирусной инфекцией. Если раньше мы говорили о том, что это больные, которые плохо контролируют артериальную гипертензию, больные, которые не следят за уровнем холестерина в крови и в целом липидов, то в настоящее время мы можем говорить, что эта группа пациентов пополнилась еще и больными, перенесшими ковид. Да, мы шире применяли тромболизис, да, мы, так сказать, экстракцию тромбов проводили, да, мы научились значительно лучше лечить геморрагические инсульты. Все это в целом улучшило ситуацию с оказанием помощи этим больным. Профилактика инсульта сводится прежде всего к коррекции образа жизни. Также важно держать под контролем давления и основные показатели крови. Стоит проконтролировать уровень артериального давления. Если он свыше 140 и 90 миллиметров столба, то это уже повод обращения к врачу. Прежде всего, это, естественно, общие анализы крови, биохимию крови можно сдать, туда входит общий холестерин, глюкозу крови. Все эти анализы в регионе можно сдать бесплатно в рамках диспансеризации. Для граждан от 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года. После 40 лет по новым правилам проходить диспансеризацию нужно ежегодно. Кроме того, с 1 июля для больных, перенесших ковид, есть еще один этап диспансеризации, углубленный. Если по результатам обследования у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то окажут необходимое лечение и направят на реабилитацию. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, Константин Головин. События.